итак начало третьего дня на кипре ну что я вам могу сказать берите с собой зонт берите не пожалеете иначе это просто невыносимо я уже сегодня не выдержала и раскрыла его но как не выдержала я бы вчера и позавчера его уже раскрыла постоянно снимала поэтому не могла пользоваться зонтом и поэтому вся сгорела обгорела перегорела вся а сейчас я уже по дороге не буду отвлекаться поэтому я сейчас уже раскрыл свой зонтик иду под его тенью и сегодня у меня планы добраться до пафоской крепости пафоский замок это на набережной ну и соответственно набережная пафоса на которой я еще не было стало здесь в тенечке парочки олеандров тенька здесь очень мало в этой стране поэтому советую взять зонтик ну и ну конечно народу здесь немного но будут смотреть на ваш зонт с завистью и кажется я нашла катакомбы святой соломонии вот они не помню историю этих катакомб к сожалению но здесь кто-то тоже еще прятался от чего-то наверняка и первые христиане тоже здесь прятались в этих катакомбах и там вот внутри даже устроена такая вот церковь видите там вот по центру вот вдалеке вон вон там вот там икона стоит и там этих икон много внутри помещения но сейчас к сожалению это все закрыто перекрыты вот из-за этих ремонтных вот работ и вот дверь тут есть но все все закрыто ну ладно ничего страшного мы так много чего повидали и еще здесь где-то у них было дерево желаний где-то но я думаю что это наверняка какой-нибудь одно из близ близ стоящих деревьев на нем были ленточки может быть их сняли ну или это дерево где-то где-то чуть подальше это загадываешь желание вешаешь завязываешь ленточку по дереву не знаю сбывается ли нет боже мой а вот оно вот оно мое дерево желаний вот она потрясающее потрясающее дерево огроменное бугенвилия огроменная вот вот видите дом стоит и вот бугенвилия такая это это что-то с чем-то ну и вот что еще у людей растет в саду ли в огорочке вот такие кустики у людей тут растут о цикос алой чужие чужие город снимаю ну наконец-то я пришла на набережную вот такая здесь красота нам вот там виднеется замок далее я иду к нему здесь шумно здесь идут работа ремонт и повсюду поэтому не обращайтесь на это внимание это хорошо что город развивается и набережная простирается и в ту сторону и в ту сторону далеко-далеко вдоль всего моря прям так хочется в эту водичку вот именно вот сюда вот где поменьше камышков но я планирую еще конечно ну хотелось бы мне еще доехать до пляжа до песчаного пляжа вроде он тут недалеко должен быть самый их здешний ну не самый здесь самый-самый раскрученный пляж он в другом городе в соседнем в айянапе нисси бич а я хочу доехать еще до коралл бэ это уже другой пляж ну что ж идем к замку смотрите что я нашла вот видите это здание это и есть археологический музей вход в него а я вчера искала искала оказывается он тут вот на набережной вот вот замок нам далеке вот этот вот корабль с чего я начинала свой путь туда к замку вот он вот то вот он но лучше конечно бесплатно оказывается замок здесь совсем недалеко вот он прям рукой подать здесь много-много яхт много-много катеров все это я так полагаю сдается и в аренду что-то и что-то и возит на разные экскурсии на этой улице много разных кафе и каждый перед каждым кафе стоит человек и зазывает к себе это здание рядом с пафоским замком что-то вроде сайпер спорт ну что-то какое-то портовое учреждение ну видимо вот все эти судно относятся вот сюда причем здесь так относительно неглубоко и там вот где мне хотел спуститься там рядышком я даже увидела лесенку который деревянная лесенка ведет в море ну я так думаю что раз там нет людей скорее всего то лесенка предназначается тоже для вот для работников пришвартовывать для всех этих вот судов можно сюда выйти ну ну Субтитры подогнал «Симон»